всем привет с вами лена добро сегодня у нас новый обзор я бы сказала в довольно таки историческом месте который называется жар пицца мы находимся конкретно на улице мичуринская но относительно недавно открыто да по моему года 3-4 мне кажется вот давно я здесь кстати не была с этого дня меню у нас поменялось обновилась довольно таки она широкая здесь в принципе всегда был большой выбор разных блюд сейчас на мой взгляд их стало еще больше потому что появились какие-то более современной позиции такие как допустим брускеты до несколько видов стандартно нарезки очень большой выбор салатов и горячих блюд все очень красиво по крайней мере на фото в современной подаче а также здесь есть поки наверное сейчас в каждом заведении у нас есть соки также огромнейший выбор супов то есть начиная от стандартных борщ солянка бульон крем супы уха ромен том-ям ну то есть на самом деле практически весь спектр охвачен также горячие закуски вам пожалуйста и мидии и драники и чебуреки и пивная тарелка и роллы и конечно же пицца потому что это жар пицца чай кстати часть стоит я вообще фанат разные чай пробовать да я очень люблю тизаны различные здесь часть стоит 500 миллилитров 170 рублей если это с ягодами и обычный чай чайник 130 рублей довольно-таки бюджетом по остальному но знаете есть на разные на разный бюджет конечно уже не так дешево как это было там 12 года назад цены все-таки выросли но все равно они довольно таки приемлемые поэтому будем с вами сегодня пробовать много блюд закусок и буду вам все показывать и рассказывать и так начнем мы сегодня с холодной закуски это брускетты с паштетом 2 брускетты 170 грамм стоит у нас 220 рублей сюда входит обжаренный хлеб сельдь яблоко батон молоко яйцо микрозелень земля из маслин прошу заметить вот посыпочку видите какая современную нас подача и оливковое масло давайте пробовать довольно таки много кстати паштета они теплые слушай ну мне вкусно вкусный хлеб приятный соус песто маслины вот эти на на самом деле особо не ощущается но сам паштет он в меру соленый яблоко как такового здесь не ощущается консистенция приятная яблочко играет на послевкусие а так в целом если вы любите рыбные паштеты довольно таки неплохо за 220 рублей как закуска вполне мне нравится и так борщ как мы видим порция сравнительно небольшая 250 грамм стоимость 220 рублей ну 220 230 рублей то в принципе стандартный ценник сейчас на борщ но порция обычно гораздо увесистей и к борщу что-то подается сало горчица чесночная пампушка здесь не подается ничего то есть хлеб у нас отдельно просто борщ со сметаной и все хотя довольно таки интересная подача до что лучок у нас здесь плавает но ничего такого выдающегося давайте попробуем все-таки наверное ну не знаю может быть я такая вот избалованную уже но в большинстве заведениях к борщу что-то подается поэтому уважаемый кафе жар пицца подумайте пожалуйста над этим вопросом потому что но пустовато выглядит на самом деле давайте пробовать а и сметана сметану тоже желательно подавать отдельно потому что кто-то я допустим вообще без сметаны кто-то сметаной регулирует кислоту до самого борща я хочу положить столько сметаны сколько мне хочется они столько сколько решил повар до в данном случае опять же смотреть подачи неудобно совершенно тарелка начинаю размешивать этот лук начинает вываливаться положить не его некуда тарелочка очень маленькая то здесь однозначно прям нужно что-то менять сам по себе борщ густой довольно таки неплохой мясо мы видим соломкой порезанная говядина ну такой довольно таки насыщенный наполненный да давайте пробовать чеснока особо не чувствуется мягкая кислинка сметана конечно уже добавила до свои ноты поэтому не могу сказать какой он был изначально потому что уже сметана заправлена и так овощи у нас доварены полностью говядина на мой взгляд жестковато и во вкусе не хватает все-таки какой-то пикантности дополнительных ноток то есть каких-то чесночных пряных в данном случае вкус довольно таки ну простого такого прям совсем вот кроме кислоты особо ничего не ощущается он какой-то не солноватый не чесночный вот такой прям вот простенький простенький совсем нет глубины вкуса вот так наверное можно выразить а так в общем и целом вполне неплохой борщ но я бы я доработала и в отношении подачи и в отношении каких-то вкусовых ингредиентов ну и конечно же пицца как мы можем ее не попробовать находясь в пиццерии мой выбор пал на тамбовскую пиццу но мы в тамбове надо есть тамбовскую пиццу хотя я не понимаю почему тогда здесь маслины как связано название с составляющими ингредиентами но не будем уж так сильно придираться и так 430 рублей за полкило пиццы можно выбрать раскатку тонкую или толстое толстое тесто соус томатный моцарелла колбаса полкопченый салями перец баргарский перец так и так сюда входит тесто соус томатный моцарелла колбаса полкопченый салями болгарский перец лук маслины и зелень ну что давайте попробуем вообще мне всегда нравился пицца она довольно неплохая как ничего выдающегося но она нормальная кусочка прям такие довольно таки увесистые тесто довольно тонкое здесь нет пышных бортов это не то пицца да ну не скажу что много начинки но ее в принципе достаточно нет такого чтобы она прямо вас с куска тесто вываливалась но в принципе все тесто покрыто ингредиентами нормальное количество сыра яркий перец колбаса до дает свою пикантность это стандартная пицца ничего плохого ну и там не супер обычно нормальная пицца человеческая за 430 рублей маслины кстати просто только по краешкам добавлены в самой пиццы и и нет прикол на самом деле не поняла и так на горячие у нас сегодня с вами ребра на самом деле я ребра просто обожаю и если они есть в заведениях я их всегда там пробую но знаете в последнее время нас какой-то нездоровый ценник на ребра в районе там 700 рублей и где-то даже из 790 но я считаю что это перебор и так здесь ребра у нас стоит 450 рублей за 250 грамм сюда входит ребрышек свиные соус бибикю тыквенный мусс я его вижу картофель пай шпинат тимьян семена чиа крайн чулук ну шпинат я не вижу остальное все на месте давайте пробовать ребра должны быть такие чтобы они отходили от костей здесь я конечно не знаю одни из самых вкусных ребер я ела в липецке вот они там были божественные под соусом песто просто вообще и порция была такая большая но здесь как-то режется тяжеловато не вижу я чтобы они прям вот отслаивались рукой залезла зачем-то ну мягкие но не то что хотелось бы жир очень много давайте ладно пробовать будем классическое пюре из тыквы муссовая консистенция на вкус какой-то пустой яркий вообще вкус вот если мне завязать глаза и дать попробовать я не пойму что это тыква на самом деле давайте попробуем ребра ну не супер ребят вообще не супер на это дело даже наверно не в руках повара а в самих ребрах и в их качестве жестковатым соус их не спасает жирность вот это ощущается знаете что еще ощущается вкус про горкового масла очень неприятный возможно надо менять масса во фритюре ребята мышц на блюдах это отражается просто но моментально во вкусе то есть ребра до 400 сколько там они 50 они вообще вот вообще не супер вот ну ну прям плохо задавать откровенно говорит ребра нет второй раз я бы их заказывать не стала да все современно красиво вот это там мусс из тыквы но просто идите что-то хрустящее что-то хрустящее непонятно вообще абсолютно на вкус горячее однозначно нет извините ну и самый продаваемый салат наверное во всем мире это цезарь уже миллион его интерпретации в плане подачи здесь мы видим вот такую я не назову это крутонами я назову это ну подсушенным кусочком хлеба разрезанным вот так ну вот как то вот вот так два кусочка хлеба ну по крайней мере они не огромные потому что в некоторых местах подают что можно этим хлебом убить да то есть вот такие вот у нас греночки из белого хлеба здесь еще дополнительно получается вот гренки непонятно тогда зачем интересно курица порезана грудка довольно крупными такими кусочками это в принципе допустимо но по виду она мягкая и сочная должна быть помидорки черри прилично их по количеству довольно таки много и у нас уже все перемешано и немножечко пармезана сверху микс салат нет никаких прожилок ничего такого плохого я не вижу поэтому давайте пробовать все таки его только сказал про про только сказал про прожилку ну не могу не то что прям прожилка ну такая вкусный соус него много он в меру соленый чесночность особо в нем не ощущается если есть то минимальное количество давать курицу попробуем неплохая мягко действительно она мягкая но по ней и видно обжаренные кусочки дастим как правило целая грудка обжаривается или запекается и затем нарезается но здесь обжаренные мы видим каждый кусочек со всех сторон возможно она была просто запеченная или вареная и потом ее обжарили но вот эти вот сухари мне непонятно зачем потому что тут гренки тут гренки нарезанные ну по мне либо то либо то положили в этот вот греночку до хлебную не добавлять сюда вот эти сухарики зачем эти были спинка какая-то вообще попалась цесарь с курицей стоит 440 рублей не самая низкая цена но и не самая высокая такой средний так скажем ценник соуса очень много у меня что-то все в нем плавает я не знаю всегда так делают или нет здесь но по мне даже можно было бы и поменьше соуса вот странно да странные претензии обычно соуса не хватает а здесь его много когда листья плавают перебор но это тоже не очень хорошо должен быть всегда баланс ребят извинить не покажу вам чая его уже весь выпила в процессе дегустации поэтому нормальная неплохая часть 170 рублей тизан точнее да но маленькие охота бы побольше если было бы там объем 700 то прям самое то на 500 мне маловато это не одно и на это просто я пью столько чая вот так довольно таки по наполнению неплохо ну что как говорит макс бран десерт награда за еду а счет это за еду наказание счет у нас сегодня получился с вами на 2187 рублей ну в принципе довольно таки стандартно поели мы сегодня ну довольно таки много блюд поэтому нормально несу не супер дорого давайте смотреть фондан ну во первых по внешнему виду по цвету конкретно он какой-то ну не шоколадный то ли мало какао бледный очень цвет давайте посмотрим но мороженое упало вытекает здесь как положено нежно вытекает шоколад это уже говорит о том что справились с фонданом давайте его попробуем стать очень вкусно несмотря на цвет мне показалось что на вкусе это отразится потому что цвет довольно таки бледноватый но ощутимый яркий вкус шоколада здесь у нас еще взбитые сливки апельсин или мороженое стоит он 220 рублей все моей душе хорошо так ну и давайте наверное подведем итоги сегодняшним вечером мне очень понравились брускетты с паштетом они бомбические нежные вкусные ароматные очень вкусно для тех кто любит рыбные паштеты в частности паштеты из сельди я вам рекомендую очень вкусно действительно ребра абсолютно мимо невкусно все они жесткие они сухие то есть не отходят мясо от ребер плюс на самих ребрах мало мяса фактически за 450 рублей мы сегодня купили одни кости плюс вкус ну вообще не очень то есть ощущается какой-то прогорклый вкус масла все что касаемо гарнира тоже какое-то безвкусное посредственное даже веточка розмарина казалось мне какой-то не ароматное и полу там вообще не было поэтому ребра однозначно мимо что касаемо борща 220 рублей не самый низкий ценник по городу с учетом такого размера порции да она сравнительно небольшая плюс к ней абсолютно ничего не подается то есть не булочка не сало не какие-то гренки вообще абсолютно ничего и сметану хотелось бы видеть отдельно пицца стандартная классическая ничего плохого и и ничего выдающегося также это касается и цезаря неплохой чай за 170 рублей и хороший вкусный фондан поэтому друзья мои жду от вас комментариев я думаю практически но каждый второй это точно был в данной пиццерии поэтому жду вас в комментариях под этим видео ставьте лайки пишите комментарии свое мнение всего всех обнимаю всем пока пока